Отдых в Карпатах. Сколько стоит аренда жилья в ноябре? Зимний сезон в Карпатах официально начался с первым снегом, и туристов ждут популярные горнолыжные курорты и многочисленные варианты аренды жилья, от частных домов до гостиниц и хостелов. В 2024 году цены на аренду несколько повысились, но остаются разными в зависимости от локации. Об этом новости Украина рассказали аналитики Айликс Недвижимость. Самым дорогим вариантом аренды жилья в этом году остаются дома. Цены за год в среднем выросли на 1015%. Арендовать места в отелях и базах отдыха немного дешевле. Однако следует учитывать, что в последние недели декабря и начале января цены могут значительно вырасти. Сколько стоит аренда жилья в Карпатах? Самая дорогая аренда в селе Поляница, недалеко от Буковеля, здесь посуточная аренда дома стоит 4750 гривен, что на 19% больше, чем в прошлом году. В селе Татаров дом можно арендовать за 3200 гривен в сутки, плюс 7%, а в Микуличинах за 2500 гривен, как и в прошлом году. В Еремче аренда дома обойдется в 1800 гривен, что на 10% дешевле, чем в прошлом году. Однако аренда квартир здесь дороже 2400 гривен в сутки. В Ворохте можно арендовать дом за 1800 гривен, плюс 20%, а в Яблунице суточная стоимость осталась на уровне 1500 гривен. Во Львовской области популярны Славская и Сколе, где аренда дома стоит 2000 гривен, и 2250 гривен соответственно. Аренда в отелях и на базах отдыха дешевле, в Еремче номер стоит 800 гривен, в Славском – 1100 гривен, а в Микуличине и Ворохте – 600 гривен. Ранее новости Украина рассказывала, что одним из самых популярных видов отдыха в мире стали лесные ваны. Об этом свидетельствуют разные исследования ученых. В Украине начали практиковать оздоровление лесом для ветеранов войны. Также мы писали, что украинские Карпаты предлагают уникальный вид оздоровительного отдыха, термальные источники, особенно популярные в холодное время года. Горячие источники в Берегово и Косине становятся идеальным местом отдыха, помогая укрепить здоровье перед зимой.